Наша телекомпания обратилась за комментариями по поводу пожара филиал Владимир Энерго, Муромские районы и электрические сети. К сожалению, никакого ответа мы не получили. Не смогли прокомментировать эту ситуацию и в администрации муниципального образования Ковардитская Муромского района. Там ожидают официальное заключение госпожнодзора. Позиция по меньшей мере странная, так как речь идет не только о пожаре, а в целом о проблемной ситуации, сложившейся в последнее время, и о безопасности людей. К другим новостям. Исторический объект культурного наследия Мурома заметно пострадал. При подготовке к ремонту развалилась одна из ограждающих стен Свято-Троицкого женского монастыря. Так совпало, что все это произошло в Международный день памятников и исторических мест. Все подробности у нашего корреспондента Юлии Казаковой. Кирпичные блоки и крошка. Именно это осталось от одной из белокаменных стен Свято-Троицкого монастыря. В воскресенье культурный памятник просто рухнул. Благо, никто не пострадал. А ведь один из самых узнаваемых в Мурме монастырей был построен еще в середине 17 века на средство зажиточного муромского купца. На месте деревянной церкви Святой Троица в 1643 году был воздвигнут каменный храм. Сегодня в нем хранятся мощи покровителей семьи и брака, святых Петра и Февронии. Сотни паломников со всей России ежегодно посещают это духовное место. По причине того, что стена не имела под собой полноценного фундамента, а фактически держалась на земле сама по себе, то ввиду дополнительных и, возможно, паводка в той или иной мере, достаточно быстрого сошествия снега, то случилось то, что случилось. Сейчас место обвала огорожено. По сообщениям очевидцев, стена обрушилась сама без чьей-либо помощи. Ограждению уже более года требовался ремонт. Должен был решиться вопрос о ее реконструкции. Но пятивековая стена его так и не дождалась. Собственником данного объекта является Росимущество, то есть не церковь. Церковь является всего лишь пользователем. Кроме того, объект также является памятником культурного значения, федерального значения. Поэтому для осуществления всех необходимых работ необходима достаточно сложная бюрократическая процедура, масса согласований. Мы без согласования с государственными структурами не можем производить никаких ремонтных и реставрационных работ по причине того, что это уголовно наказуемые действия. К сожалению, приводить территорию в порядок начнут не скоро. Тем не менее, Муромская епархия намерена вернуть первозданный вид этому уникальному объекту исторического наследия нашего города. Юлия Козыкова, Илья Блётов. Наши новости.